Количество утечек персональных данных в России увеличилось почти в 40 раз. Как сообщает газета «Известия», только за первые 7 месяцев этого года зафиксировано более 150 таких случаев. В результате в сеть попало около 600 миллионов записей. Именно такие данные зачастую становятся дойной коровой для мошенников. С помощью них злоумышленники оформляют кредиты и совершают иные противоправные действия. Наталья Хмелева продолжит. «Заем не брал, а долг имеется». В такой ситуации оказался герой нашего сюжета Сергей Дмитрюк. Его привычный утренний ритуал за чашкой кофе испортило уведомление из банка. В сообщении было сказано, что счета мужчины арестованы, а следом начали списываться денежные средства. Как выяснилось позже, Сергей оказался злостным неплательщиком некого кредита, о котором сам и не подозревал. Наша судья, как говорится, ангарская, она в апреле, было, как говорится, у нее заседание, она мне вышла приказ о изъятии средств. Я, ну, в итоге, как говорится, я знать не знал, что было какое-то заседание, что я кому-то должен. И даже никаких извещений на почту я не приходил. Я специально поднял электронную почту, я поднял полностью, как говорится, госуслуги. Никаких дел в отношении меня заведено не было. После долгих разбирательств Сергею удалось выяснить, что на него был оформлен микрокредит в размере 6 тысяч рублей. А с учетом процентов сумма займа увеличилась до 15 тысяч. Эти деньги по вердикту мировых судей ушли в одну из коллекторских компаний Москвы, которая занимается выкупом долгов. Судья принял решение не назначать вам судебных приставов, а напрямую выдать документ о судебном приказе, о взыскании денежных средств вас. Соответственно, компания получила на руки документ, подтверждающий, что они могут взыскать вас деньги. У Сергея есть единственное предположение, как он оказался в должниках. Скорее всего, здесь постарались мошенники, в руки которых попали его паспортные данные. А это могло произойти через утечку персональных сведений в сеть. Теперь ему остается только одно – доказать свою непричастность. По закону об исполнительном производстве, исполнительный документ можно предъявлять не только сурму судебных приставов исполнителя, но и по месту дохода должника, либо непосредственно в кредитную организацию, в которой у должника открыт счет. И таким образом, выяснив причину нахождения этого исполнительного документа в кредитной организации, мы видим, что это судебный приказ, выданный судебным участком. И мы на судебный приказ можем написать свои возражения в случае, если мы не согласны с размером долга или с тем, что мы вообще заключали договор с займом. В России только за прошлый год с помощью различных уловок злоумышленники украли у банковских клиентов более 14 миллиардов рублей. Из них удалось вернуть назад лишь 4% денежных средств. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время.